Вопрос об увеличении арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в собственности района, вызвал острую полемику. С одной стороны, ставки не повышались с марта 2005-го, и это ограничивало поступление в местный бюджет. Выпадающих доходов составляет 30 миллионов рублей. То есть, если вы не принимаете решение о увеличении арендной платы, то доход населения не теряет 30 миллионов рублей. И все предыдущие годы были вот эти, так сказать, заниженные ставки. С другой стороны, некоторые депутаты опасаются, что значительное увеличение арендной платы, которое предлагает районный комитет по управлению имуществом, задавит средний и мелкий бизнес. Таким образом, в районе будут господствовать крупные, платежеспособные предприятия. Предположили, что более всего это коснется торговых точек. Предприятия шаговой доступности их не станет. То есть, они будут другими. То есть, это, может быть, будет ставить парикмахерскими, я не знаю, там, фототоварами, там, еще какими-то. То, чем проще торговать. Прогноз солнечногорских предпринимателей также неутешителен. Возможное вымирание мелких предприятий приведет к увеличению числа безработных. А чтобы остаться в живых, коммерсантам, естественно, придется повысить цены на товары и услуги. Для того, чтобы предприятиям остаться на плаву и для того, чтобы неубыточными были торговые предприятия, необходимо будет повысить торговую наценку от 25% до 40%. Тем не менее, большинством голосов решение принято. С будущего года ставки аренды возрастут по двум категориям. Базовый – с 800 до 1000 рублей в месяц за квадратный метр. И согласно коэффициенту, учитывающему вид деятельности арендатора. Получается, что новые цифры денежных отчислений будут особо чувствительны для кафе, баров, ресторанов, автосервисов, служб такси, частных охранных предприятий, рекламных фирм, юридических и адвокатских контор. Значительно они коснутся и объектов оптово-розничной торговли. Районные парламентарии приняли положение о приватизации муниципального имущества и прогнозный план этого процесса. В него вошло 88 объектов района. Они будут приватизированы через конкурс и аукцион в новом году. Причем эти формы его реализации обязательно включают так называемые обременительные условия. А это значит, что заранее будут определены цели, под которые приобретается имущество, дабы избежать засилия однотипных предприятий. Ведь где-то нужен пусть и платный спортивный клуб, а где-то продуктовый магазин. Естественно, не будут продаваться единым лотом. То есть по каждому объекту принимают самостоятельные решения. Каждый объект проходит предварительную подготовку. Напомним, что данная приватизация обязательна. Согласно областному и федеральному законодательству, район должен избавиться от тех помещений, которые не используются для решения муниципальных задач. Коммунальщики же отчитались о работе по полученным ранее замечаниям. Прояснили ситуацию по честным сооружениям в поселках Поварова и Березки. Березки и Поварова очистные сооружения в следующий год включены в областную программу финансирования. Именно по Министерству экологии. Что касается передаваемого на баланс муниципалитета военного городка Харугвина, то сейчас главой района выделяется помощь в размере 5 миллионов рублей. На эти средства в хотельной городке установят два котла, работающих на жидком топливе. Теперь несколько десятков семей военнослужащих, проживающих в Харугвина, будут зимовать в отапливаемых домах. Депутаты также приняли бюджет района на будущий год и утвердили ряд целевых программ. Экология Солнечногорья, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, красота и гармония людям, земля Солнечногорья – единое социально-экономическое пространство. Продолжение следует...